Здравствуйте! В эфире программа «Подробности». 2 апреля – Всемирный день распространения информации об аутизме. Сегодня мы расскажем, что это за состояние и как его победить. У нас в гостях Лариса Николаенко, руководитель организации помощи детям-инвалидам «Свой путь» и Эльвира Самарина, директор Центра практической психологии ИРГУ имени Сергея Есенина. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, как внешне проявляется аутизм? Ну, наверное, я-то скажу. Вы знаете, хочется именно на этот вопрос ответить очень неожиданно для большинства людей, которые привыкли, например, знать, что дети с инвалидностью имеют какие-то ярко выраженные внешние проявления. Ну, какие-то особенности всегда на лице можно прочитать. Синдром Дауна, олигофренические какие-то вещи. А вот что касается аутистов, то здесь ситуация совершенно другая. Это, как правило, дети очень хорошо и красиво сложены. В облике, как бы вот в лице это часто красивые дети, гармоничные и внешне, и как бы вот в лице, во взгляде мы можем увидеть даже умный взгляд. И поэтому трудно людям со стороны понять, что перед ними находится ребенок или человек с тяжелыми вообще психическими нарушениями. Но это можно заметить, когда видим его поведенческие особенности. Такие дети, как правило, часто капризничают, кричат, переходя на сильную высокую тональность визги. Причем вот такое проявление появляется, ну, беспредметно, да, люди вокруг не понимают, что происходит. Ребенок падает, кричит, стучит ногами. Более того, он может кусать ближних или кусать самого себя. Вот здесь часто все пытаются что-то как-то внешне помочь данной ситуации, но это не всегда, не то, что не всегда, это неуместно. Вот такое вторжение. Но это уже говорит о том, что, да, ребенок неадекватен в своем поведении, значит, имеет какие-то нарушения. Как реагируют окружающие на аутистов и как надо вести себя с ними? Часто дети именно с расстройствами аутистического спектра, именно они закатывают истерики, например, в супермаркете или в транспорте. Везде, где есть скопление народу, да, они не очень адекватно себя ведут. И часто люди пытаются образумить такого ребенка и со своими замечаниями обращаются к самому ребенку, либо к его родителям, и это совершенно неуместно. Поэтому просто подумайте о том, что, возможно, этот ребенок, который сейчас очень неадекватно себя ведет, нуждается именно в такой поддержке, понимании и помощи. Поэтому, может быть, мама нуждается в вашей именно физической помощи, подержать дверь или помочь поднять сумку, но совершенно не нуждается ни в ваших советах, ни рекомендациях, ни тем более в вмешательстве. Так бывает и в транспорте, так бывает везде, где есть скопление народа. Им некомфортно, поэтому и так себя неадекватно ведут. Расскажите, как дети-аутисты воспринимают наш мир? Многие дети с расстройствами аутистического спектра проявляют такие стереотипные или какие-нибудь ритуальные так называемые действия. То есть они совершают какие-то действия руками, или они, например, подпрыгивают, или они могут раскачиваться, кивать, повторять какие-то фразы или какие-то слова. Возможно, даже непонятные слова. Возможно, это какие-то могут быть отрывки из рекламы или мультфильмов, то есть те слова, которые они слышат, и по каким-то причинам эти слова им нравятся. И, конечно, такой ребенок проявляет часто вот такие реакции неадекватные в те моменты, когда ему некомфортно. И эти дети очень плохо воспринимают посторонние шумы, яркий свет, большое скопление народу или изменяющуюся для него именно ситуацию. Поэтому они могут демонстрировать такие реакции. Такой ребенок нуждается в отдыхе. Этот отдых прежде всего должен заключаться в том, чтобы оградить ребенка от внешних стимулов сенсорных. То есть ему нужно бы побыть в тишине, в одиночестве. Но, конечно, эта обстановка для него должна быть комфортной и безопасной. То есть его можно оставить одного, например, в детской комнате, но проследить за тем, чтобы ему там ничего не угрожало. Расстройства аутистического спектра довольно часто обнаруживаются именно в раннем возрасте. И заметить их способны, прежде всего, родители должны обратить на это внимание. Дети по-другому воспринимают мир. Они не стремятся к тому, чтобы их ласкали, как большинство детей. Они не любят, когда их качают на руках. Они избегают контакта, глаз. Они не улыбаются, когда мама подходит и берет к ним на ручки. И не плачут, когда мама уходит. Вот эти признаки в раннем возрасте, до двух лет, на которые следует обратить внимание и обратиться к специалистам. Лариса Валерьевна, считается, что аутизм не лечится. А как вы помогаете таким детям? К сожалению, миф, который долгие годы существовал, не только в нашей стране, а, естественно, и в других странах мира, о том, что аутизм все-таки лечится, и пытались это лечить, но оказалось совершенно не теми способами. И коментозно это не имеет, в общем-то, никакого действия. Понятно, что взаимосвязи внутри организма искажены. И поддержать нужно, конечно же, тело, чтобы ребенку стало просто легче телесно жить. Для этого, конечно, медицина вполне может многое сделать. Но что касается уже психических состояний и поведенческих вещей, то тут, конечно, в первую очередь должны встать на помощь педагоги, понимающие проблематику и специфику этого заболевания. И в первую очередь я бы обратила внимание и родителей, и педагогов, работающих с такими детьми, что невозможно выстроить заведомо какую-то методу, какую-то схему. Мы должны смотреть в первую очередь на этого ребенка и отталкиваться от того пункта, в котором находится этот ребенок. Но, тем не менее, мы видим перед собой, например, сложного, очень сложного ребенка, неговорящего, нереагирующего. Мы какое-то время наблюдаем, мы обязательно найдем в нем то, как он связывается с миром. Но не может такого быть, чтобы он никак с ним не связывался. И с этого пункта, с этого момента начинать делать шаги. Вы говорили о результатах. Расскажите, а долго ли достигаются именно положительные результаты? Вы знаете, я недавно думала про наших детей, которые посещают наш центр. У меня возник такой образ сказки Ганс Христиан Андерсона «Снежная королева». Вот этот Кай, это можно как образ, чтобы людям стало понятно, о чем идет речь, немножко через образы. Вот Кай, конечно, отчасти где-то, конечно же, напоминает представитель, образ аутичного ребенка. А Герда, которая знала и верила в то, что там не холодное сердце, что там человек, что там большое человеческое сердце, и там есть все, и любовь, и чувства, и восприятие мира, она сделала вот этот грандиозный героический путь. Даже в сказке показано, что это путь не одного дня, а путь целого года. То есть она прошла огромное, нелегкое, огромного расстояния. Но вот это знание и вера в потенциал этого ребенка и выстраивание шагов этого пути, вот это и делает, приносит свои результаты. Поэтому, конечно, это педагогические мероприятия под индивидуального характера, под каждого ребенка, и долгий-долгий путь. Но практика показывает, что при хороших психолого-педагогических условиях к 20-25 годам некоторые аутисты, большая часть аутистов, большая, наверное, часть аутистов, способны иметь некую автономность и самостоятельность, и не так зависимо уже от родителей. Это нелегко дается, но все-таки практика показывает, что хорошие условия дают такие результаты. Если, конечно, ребенок находится, поздно обнаруживается его такое тяжелое нарушение, если он не получает должной помощи и поддержки, то, конечно, говорить о каких-то высоких результатах бывает сложно. Но это вовсе не значит, что аутизм – это такой какой-то приговор, который говорит родителям и улучшим ребенку о том, что у него нет шансов. Это не так. И большинство детей, которые не способны говорить, способны освоить другую систему общения. Например, общение через письменную речь, сначала через картинки, затем знаки, затем переходит ребенок на уровень общения словами и прекрасно общается с помощью коммуникаторов, которые во всем мире сейчас очень широко распространены. И вот этот опыт есть и в России. Дети с расстройством аутистического спектра могут быть очень одарены творчески. И даже по внешним признакам, по всем, они не соответствуют каким-то нормативам развития. Но продукты их деятельности, их какие-то творческие работы, они могут быть востребованы обществом. И это тоже путь социализации. Поэтому, конечно, организации, в том числе некоммерческие организации, которые и в нашем городе существуют, занимаются в том числе и развитием творческих способностей этих детей, они помогают этим детям как-то социализироваться, каким-то образом получать поддержку и ощущение собственной значимости. И это самое главное, что мы должны дать этим детям. Ничего, кроме любви, по большому счету, и заботы, не нужно ребенку для того, чтобы быть счастливым. Если ребенок не проявляет каких-то ярких эмоций, это не значит, что он не нуждается в любви, заботе, поддержке, принятии. И, в общем-то, наша, наверное, задача сейчас, вот, информируя сообщество о проблемах аутизма, сказать людям самые простые слова. Отнеситесь к ребенку с аутизмом, с пониманием. Поддержите его родителей. Примите возможность каждого человека жить своей жизнью, такой, какая ему дана. Наверное, это нужно всем нам. Я еще хотела добавить к сказанному, именно о том, что преодолевают дети с таким нарушением. Поскольку, действительно, восприятие мира искажено, то, что для нас кажется нормой, для них это вечное преодоление. И я вот сейчас на волне прошедшей Олимпиады и Паралимпиады, я тоже подумала о том, что вот для этих детей, которые каждый день должны воспринимать мир, который для нас так легко приходит к нам, для них приходит с невероятной борьбой. Но они все паралимпийцы. Вот хочется обратиться тоже к людям. Вот подумайте об этом и представьте, что каждый день, каждую минуту эти дети преодолевают в себе необыкновенные барьеры и трудности. Вот и с таким уважением к их силе, тоже с которыми приходится это все осуществлять, отнеситесь к таким детям, к людям. Спасибо, что к нам сегодня пришли. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин